Несмотря на то, что это был 2005 год, всё, что сказал Виктор Антонович в своей лекции, совершенно актуально и на сегодняшний день. Он очень чётко выстроил принципы, на которых должно строиться современное образование. И, конечно же, он начал прежде всего с того, что с тех достижений, которые у нас на сегодняшний день есть, и мы, может быть, порой забываем о них. Ведь за 200 лет наша молодая, но своеобразная система образования всё-таки сложилась. И подтверждением тому является то, что именно она, эта система, запустила первый спутник. Именно эта система запустила первого человека в космос. Именно эта система создала замечательную плеяду 11-ти нобелевских лауреатов из 18-ти признанных в мире по математике. Это действительно достижение. И вот как раз от этого достижения нужно отталкиваться, нужно идти дальше, но при этом, как правильно подмечает опять же Виктор Антонович, задавая вопросы. Вот после восклицательных знаков всегда должны быть вопросы. Мы действительно сегодня пережили Болонскую систему. Но мы ответили на вопрос, а что дальше после неё? Какие пути движения системы образования должны быть? И как раз в лекциях Виктор Антонович задаёт ряд принципиальных позиций, на которые нужно обратить внимание. Первая позиция – это сохранение фундаментальности системы образования. Опять зададим вопрос, что значит фундаментальное образование? Это, да, образование, которое базируется на знаниях, но не просто воспроизведение этих знаний в готовом формате. Это, прежде всего, знание законов, по которым развивается мир, природа, общество, научная картина мира. Вот если человек владеет этим знанием, то это действительно говорит о том, что мы создали фундаментальную систему. Конечно, я не могла не остановиться на тезисе, который воспроизвёл Виктор Антонович в своей лекции. Это тезис о значимости учителя, учителя, профессорско-преподавательского состава. Действительно, мы на сегодняшний день должны создать такие системы, которые позволили бы повысить статус современного учителя. А я напомню, действительно, Виктор Антонович говорил это ещё в 2005 году. Вот сегодня мы должны ответ дать на этот вопрос. Что мы сделали для того, чтобы статус современного учителя, современного преподавателя вузовского был действительно достойным? Есть ли достоинства в том, что огромное количество цитируемости? Есть ли достоинства в том, что читаются лекции для иностранных студентов? Безусловно, есть. Но, тем не менее, этого на сегодняшний день не совсем достаточно. Это действительно глобальная работа, которая должна привести к тому, что государство, чиновник должны заботиться о том, чтобы вкладывать именно в создание благоприятных условий для учёных. Наверное, тогда мы сможем дать ответ на тот серьёзнейший вопрос, который на сегодняшний день стоит. Это, к сожалению, утечка мозгов за рубеж. Может быть, с одной стороны, это здорово, что они востребованы на Западе, но нужно, чтобы возвращались сюда и скрепляли эту систему. Это действительно, на самом деле, очень актуальная тема, очень актуальный вопрос. Ну и, конечно же, как не может быть школа без учителя, так она не может быть без ученика. Это два главных персонажа в школе, два кирпичика её. И второе, на что обращает Виктор Антонович, это, конечно же, ученики, талантливые ученики. МГУ может позволить себе сегодня воспитывать и выпускать талантливых учеников. И создана серьёзная система по тому, чтобы найти этих учеников, выучить и выпустить их талантливыми специалистами. И в этом огромная, конечно же, заслуга профессорско-преподавательского состава. Но, тем не менее, мы должны думать о трансформации этой системы, о том, чтобы любое образовательное учреждение сегодня давало возможности поиска талантливых детей. И, конечно же, я здесь в этом отношении соглашусь с Виктором Антоновичем о том, что главное сегодня по поиску талантливых детей нужно обеспечить для них бесплатное образование, доступное образование и качественное образование. Это то, что действительно создаёт основу нашей системы, и, наверное, то, что её во многом отличает от систем, которые сформировались в западных образцах. Что тревожит? Ну, наверное, Виктор Антонович вот эту тревогу высказал. Тревожит бессмысленное интегрирование внутри системы, бессмысленное объединение, укрупнение комплексов образовательных. Сегодня мы действительно пережили эту ломку, и я думаю, что в недалёком будущем, к сожалению, мы пожнём не самые положительные плоды от этого процесса. Это не должно быть бездумно. Если идти по этому пути, это должен быть действительно путь, который взвешен, оправдан, в том числе с точки зрения экономических процессов. Но порой, общаясь, опять же, с представителями системы образования, они не могут дать ответ на самый простой вопрос, для чего это нужно, с какой целью это происходит. Такие же процессы были и на Западе. И там крупнейшие вузы задавали вопросы, зачем это делать. И они нашли ответ. Они сказали, что тем самым мы сохраняем конкурентноспособность образовательной системы, внутри системы. Вот именно при столкновении мыслей, разных мыслей, идей, разных систем, школьной системы, вузовской системы, вот только тогда, вот в такой образовательной среде может действительно рождаться те достижения, которыми поистине гордится наша страна, и это были прорывные достижения. Вот на этом, наверное, нужно действительно серьезно задуматься и дать действительно четкие ответы. Стоит ли это делать? Или все-таки занять взвешенную позицию и не бездумно копировать, а идти по своему пути, по своему направлению, и не разрушая созданное, а наоборот обогащая тем новым, что действительно создается в рамках международного того же сотрудничества, сотворчества. Вот такие процессы действительно очень важны. Ну и, конечно, Виктор Антонович показывает на примере развития системы и образовательной среды, которая создана в МГУ, вот эти четкие процессы, которые прослеживаются в системе управления, они дают свои определенные результаты. Виктор Антонович,